Делите себя так, как если бы вы верили в Бога и знали Его. Поэтому они просто начинают молиться. Они начинают посещать богослужения. Они читают Библию. Они не верят в Бог. Но по нашей просьбе они ведут себя так, как верующий человек. Ну и в один день, как вы думаете, что происходит? Срываются. Они не срываются. Он говорит, что они не срываются и не возвращаются к прежнему образу жизни. Они просыпаются утром и не понимают, что теперь они верят в Бога по-настоящему. Понимаете, к этому всему доброму, что происходит в нашей жизни, нас может побудить только Бог. И ведь если человек хочет поверить в Бога, и если мы выполняем все предписания для благочестивой жизни, поставленные самим Богом, тогда мы станем теми людьми, какими нас хочет видеть Бог. И когда кто-то задал вопрос, что «как же я могу позволить Духу Святому приносить плод в моей жизни», тогда на такой вопрос я отвечаю, прочитайте все эти характеристики, эти качества, и делайте, применяйте их в своей жизни, и вы увидите, как у Святой работы. Ну скажите, как стать более терпеливым, выносливым человеком? Когда вы в каждой отдельной ситуации будете правильной терпением. Вот предположим, я поставила перед собой задачу стать более терпеливым, прихожу в магазин, в старую машину, и передвигаюсь в машине по одной из дорог, и я вижу, что сбоку машина, которая тоже хочет выехать на эту дорожку. Тогда что я делаю? Я пропускаю. 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 То есть я практикую. То есть я практикую. И maybe instead of taking the fastest route to the store, то есть вместо того, чтобы посмотреть и думать, я тебя быстрее проеду, я сейчас перекрою тебе дорогу. Maybe I take the longers.